Всем привет! Предлагаю вам сегодня заняться созданием розы из гофрированной бумаги. Розу будем делать по традиции из бумаги производства Италии. Плотность бумаги 180 грамм. В этот раз я решила немного подкрасить бумагу. Для создания середины цветка будем использовать пластиковую бутылку длиной 19 сантиметров. Для стебля подойдет пруд диаметром 8 миллиметров. Бумагу я выбрала розового цвета. Придадим форме более округлые формы с помощью обычной туалетной бумаги и горячего клея. Продолжение следует... От рулона бумаги отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полотно сложим для удобства и разрежем на три отрезка. 20 сантиметров, 20 сантиметров и 10 сантиметров. 10 сантиметровый пока в сторону. Полотно 20 сантиметров на 50 сантиметров. Сложим пополам и на три части. Получим заготовку 8,5 сантиметров. Разрезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем из заготовок скругленные лепестки. Вернем на стол ленту 10 на 50 сантиметров. Сложим ее пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем скругленные лепестки. Для покраски лепестков я использую восковые мелки или карандаши. Разукрашивать лепесток я буду в три цвета. Сверху красный, посередине желтый, ближе к основанию зеленый. Сначала закрашу с обеих сторон маленькие лепестки, а затем по тому же принципу и большие. Загнем мелкие лепестки вот таким образом. Музыка Хватит четырех. На больших лепестках точно так же загнем кончики лепестка и немного растянем. Музыка 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 Начнем клеить лепестки с верхней части заготовки. Первый лепесток на самую макушку. Три оставшихся лепестка клеим по кругу. Три оставшихся лепесток на самую макушку. Три оставшихся лепесток на самую макушку. Наносим клей и фиксируем на основании. Лепесток должен немного возвышаться над основанием. Подготовим еще лепестки. Предлагаю воспользоваться деревянной палочкой для формирования кончика лепестков. Палочку подставляем сначала к одной стороне лепестка, а затем к другой. Для натуральности сделаю в лепестках надрезы. Середину лепестка немного растянуть. Повторим еще раз. На палочку накручиваем край лепестка. На палочку накручиваем край лепесточка, немного растянем. Лепестки сформированы. Клеим их на бутон. Лепестки сформированы. Лепестки сформированы. Приятного аппетита. С помощью палочки подготовим лепестки. Лепестки сформированы. Клеим на бутон. У основания лепесток немного выгнем. Клей наносим на отогнутую часть. Клеим по кругу в нахлёст. Клей наносим на отогнутую часть. Клей наносим на отогнутую часть. Клей наносим на отогнутую часть. Цветок начинает раскрываться. Лепестки закончились. От рулона бумаги отмеряю и отрезаю 50 см. Полученное полотно разрезаем на 23 см и 23 см. Остаток в сторону. Полотно сложим пополам и ещё раз пополам. Со вторым отрезком поступаем аналогично. Каждый листочек превращаем в лепесток. Можно в процессе нарезания немного менять очертания лепестка. Этого можно и не делать, но когда лепестки нарезаны по-разному, цветок в итоге получается более естественный. Все лепестки окрасим в три цвета. Все лепестки окрасим в три цвета. Подкрутим края и немного растянем. К каждому лепестку подойти нужно индивидуально. Лепесток я буквально леплю из бумаги. Очень важно, чтобы лепестки не были похожи. У основания отступив два сантиметра от края загибаем его. Клеим лепесток в форме за отогнутый край. Клеим на уровне предыдущего ряда. Лепестки клеем с небольшим нахлёстом. В розе важно следить за соцветиями. Последний лепесток наклеим. Не нужно стремиться к плотному набиванию цветка лепестками. Розу делаем распустившейся воздушной. Займемся зеленью. От рулона бумаги отмеряем 30 сантиметров. Отрезаем. От полученного полотна отрезаем 23 сантиметра. Сложим его пополам. Еще раз пополам. Еще раз пополам. Разрезаем до конца с обеих сторон. Получаем заготовку 4 сантиметра шириной. Каждое полотно режем по диагонали. Получившиеся треугольники немного сомнем и закрутим в одну сторону. Закручиваем для придания красивого изгиба. Расправим и аккуратно растянем. Обрабатываем аналогично все нарезанные зеленые полоски. К цветку клеить зеленые листочки будем так, чтобы их кончики виднелись над цветком. Клеим на край предыдущего ряда. Оставшимися зелеными листочками и полосками декорируем цветок у основания. Цветок готов. В диаметре соцветия получилось 35 сантиметров. В следующей части этого видео я покажу как делаю розу меньшего размера и дополнительные цветы для сбора композиции. И на сегодня у меня все. Удивляйтесь сами, удивляйте и радуйте близких. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok